Можно сходить и в спортзал, можно шикарно провести время на набережной. У нас постоянно развивается инфраструктура набережной и развлечения. Ежегодно добавляются два театра у нас есть. Есть музеи, есть исторические какие-то места, куда интересно всегда поехать. Чего не хватает? Ну, наверное, единственное это такое течение, тенденция кинотеатра не хватает. Так, в целом, Абхазия для тех, кто хочет, развита достаточно. В свободное время я предпочитаю проводить как-то продуктивно, читать, гулять и так далее. У меня такая творческая профессия, я будущий графический дизайнер, поэтому рисую, как-то познаю миры. Все на этом. А что вам не хватает в плане досуга в Абхазии? Что можно было бы открыть, сделать, построить для молодежи? Если честно, не хватает очень много, банально, даже кинотеатров, куда можно пойти, посмотреть какую-нибудь новую премьеру. Лично я года как три назад сел на горный мотоцикл. То есть это мое хобби стало. Теперь уже я со своими друзьями часто выезжаю в горы, катаюсь в ближайших районах, также выезжаем в горы с прицепом. Что касается детей, хотелось бы сказать, что было бы замечательно, если бы появился какой-нибудь все-таки спортивный комплекс большой, в котором будет много секций разных интересных. Это было бы очень хорошим толчком в нужное русло. По берегу там погуляю с друзьями, в кафе схожу, в парке посидим. А чего вам не хватает, чтобы вы хотели, чтобы в Абхазии построили, открыли для молодежи? Ну, возможно, кинотеатр. То есть в последнее время, то есть лучше обстановка стала. То есть есть куда пойти. Ну, например, зимой, ну вот куда пойдешь, там кафе, ресторан. Но так как я художник, я люблю посещать такие мероприятия связанные, ну, выставки, концерты, интересные мероприятия творческие. Ну, что-то нужно открывать новое, там, где молодежь беседовала, обсуждала разные идеи. Обычно мы, я после работы выхожу со своими друзьями на набережную, но, конечно, хотелось бы видеть на столице больше каких-то... Вообще я люблю посещать образовательные кружки, и хотелось бы, чтобы, ну, у нас были какие-то образовательные, проводились образовательные тренинги, где могла бы участвовать молодежь. У нас сейчас скоро Новый год, хотелось бы, чтобы в Абхазии был каток, к примеру, где молодежь могла бы проводить больше времени. Свободное время я провожу с друзьями, мы ходим на стадион, всякие кафешки. А так, хотелось бы, чтобы в Абхазии были бы торговые центры, кинотеатры, чтобы туда тоже можно было бы ходить. Ну, обычно все мое время занимает учеба. Свободное время я могу выйти со своими друзьями, мы можем посидеть в кафе, обсудить что-то. Но я хочу сказать, что мне не хватает кинотеатров, я очень люблю кино, и было бы замечательно, если бы у нас открылся какой-нибудь кинотеатр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!